Привет! С вами Сойер, и по необычному расположению камеры вы, наверное, уже догадались, что сегодня речь пойдет про виртуальные поединки. И у меня для вас хорошая новость. После того, как я выложил несколько роликов о виртуальных поединках, ко мне в почту постучалось несколько человек и попросило исходники поколупаться, посмотреть, как там все устроено. Интересно. Но проблема в том, что в текущем проекте слишком много закрытых ассетов, и я не могу ими делиться. И это было бы, наверное, неправильно делиться платными вещами без согласия автора, а собирать разрешение у всех авторов это долго и муторно. В общем, я решил сделать иначе. И я решил сделать open-source проект поединков, и сделать его, соответственно, полностью бесплатным, но для этого нужно сделать много изменений. Ну, во-первых, создать свои модельки. Я решил сделать low-poly модели, о которых я расскажу чуть позже. Далее использовать открытые ассеты типа OpenML для искусственного интеллекта, благо он очень крут, и действительно на нем можно сделать много интересных вещей. Далее OpenCV для дополненной реальности. И все это совместив, я надеюсь, получится довольно крутой проект. Но начать я решил с моделек. И когда я рассказал о своей идее коллегам по цеху YouTube, они мне подкинули классный, прямо классный челлендж. Они сказали, а попробуй сделать модельки, похожими на нас, на ютуберов. Это будет здорово, если у тебя в проекте будут использоваться эти модельки. И это будет, ну, просто по фану, что называется. Я подумал, действительно, почему бы и нет. И кое-что у меня получилось. Правда, я не знаю, насколько это похоже на то, что вы привыкли видеть на экране своего компьютера. Но вот две модельки, которые я сделал в самом начале, и которые, я надеюсь, похожи на своих оригиналов. Напишите в комментариях, кто бы это мог быть. Надеюсь, что вы догадаетесь. И немножко о том, как я их создавал. Почему-то мне показалось, что самое важное сделать сначала им головы. Я сделал три модельки, три головы. И одну модельку я решил пока не доделать. Просто не знаю, похожа ли она будет вообще на оригинал. Ну и, кстати, и про нее можете написать в комментариях. А вот две модельки я долго пытался поймать схожесть с оригиналами. Какие-то найти фичи, которые сделают похожими этих людей и модельки, которые я делал. И мне показалось, что получилось. Поэтому я начал доделывать тело. Но, правда, для тела я схитрил и взял просто уроки из интернета, как делаются лоу-полигональные модельки для игр. И просто по ним прошелся. Дальше я очень так внимательно рассмотрел модельки. Мне, конечно, есть что поправить. Но я подумал, что уже сейчас, наверное, есть какая-то схожесть, которую хотелось бы протестировать. Я наложил на них скелет для того, чтобы положить сверху анимацию. Это заняло немного времени. Есть куча, опять же, уроков на YouTube по то, как это сделать в Blender. Далее я все эти скелеты, соответственно, применил к моделькам. Перенес их в Unity. И сделал две вот таких статичных сцены. Для того, чтобы посмотреть, как вообще в разных позах они выглядят. И нет ли каких-то явных косяков. Мне показалось вполне нормально. За исключением того, что, конечно, это лоу-поле модели. И определенная кривизна есть. Но мне уже сейчас понравилось. И я решил попробовать с дополненной реальностью. Сейчас вы видите на экране две модельки. Они статичные. Я для них отрисовал анимацию. Это пока еще не управляемая с помощью искусственного интеллекта анимация. А просто ранее сделанная заготовочка. Но, тем не менее, давайте я ее запущу. И, возможно, это будет получиться забавным. Я подумал о том, что, конечно, делать бой между двумя этими ютуберами пока рановато. А вот показать их акробатические способности. Показать то, какую анимацию можно на них накинуть. Эмоции. И в конечном итоге, конечно, этот завершающий дружелюбный танец в конце. Который мне показался супер забавным. По крайней мере, я сделал с этим танцем несколько гифок. Раскидал их патроном. Раскидал самим автором каналов. И они сказали, что получилось забавно. И вот эти два персонажа. Надеюсь, вы их узнаете. И если хотите, присоединяйтесь к проекту. Он будет на гитхабе. Вы сможете делать свои модельки. Использовать эти модельки, как хотите. Код, который будет потом на гитхабе, тоже используйте, как хотите. Ну, в общем, полностью такой полноценный опенсорс. С возможностью все потрогать и пощупать. Ну, а я надеюсь, что кто-то тоже увлечется. Может поправит эти модельки. И создаст своих ютуберов. И подкинет мне в репозиторий. В итоге у нас получится такая банда, которую будем потом использовать уже. И формировать для них искусственный интеллект. Там тоже много всего интересного можно сделать. Проект для фанов. Проект для тех, кто просто любит программирование. Кому интересно покопаться в технологиях, но не хочется решать какие-то скучные задачи. А хочется просто веселья и забавы. Поэтому присоединяйтесь, не стесняйтесь. Пишите в комментариях, что думаете. Если понравится, будем делать следующие части. А это был Сойер. Спасибо, что слушали. До свидания. Продолжение следует...